Добрый день, дорогие телезрители! 24 декабря – день памяти преподобного Данила Столпника, святого, жившего в V веке по Рождестве Христовым. Этот святой знакомит нас с удивительным и достаточно редким видом христианского подвижничества, а именно состолпничеством. Такой вид христианского подвига был широко известен в III-VI веках нашей эры, то есть в незапамятные времена, а впоследствии был практически неизвестен. Лишь единичные случаи подобного вида подвига встречаются в все последующие столетия. Столпник, как следует из самого названия, это человек, проводящий долгие годы своей жизни на столпе, ну или по-другому, на некой рукотворенной башне, или же реже на отдельно стоящей скале. Столпничество — это крайняя форма христианско-отшельнической аскезы. Столпничество выбирали для себя те люди, которым было недостаточно уйти от мира в необитаемые края, в дебри, в пустыню. Они хотели еще более суровой и строгой сделать собственную жизнь для борьбы со страстями, для изгнания из себя дурных мыслей, желаний и наклонностей. И поэтому, начиная с 3-4 веков, появлялись те редкие подвижники, которые сооружали башню высотой метров 2, 3, 4, забирались на нее, отталкивали лестницу, по которой забрались, и тем самым разрушали всякую связь с окружающим миром. И подчас долгие годы, не сходя с одного места, не сходя с вершины этой башни или с вершины скалы, они проводили в молитве посте и терпение. Терпение всех тех невзгод, которые неминуемо выпадали на долю такого отважного смельчака. Они терпели днем зной и жар, по ночам стужу и холод, естественные неудобства, связанные с таким образом жизни, и старались, невзирая на все эти неудобства и тяготы, жить благодаря Богу. Славя и благодаря Богу, и у кого-то это удавалось. Кому-то удавалось это, и прослышав о таких людях, которые Господь прославил даже и чудотворениями, исцелениями, даром пророчества, окружающие жители приходили за советом, наставлением или помощью. И вот одним из таких столбников был как раз-таки преподобный Даниил. Он подвязался в окрестностях Константинополя, на территории нынешней Болгарии, в Фракийской области, и был подражателем одного из первых столбников преподобного Симеона. По преданию, хотя до нас дошло очень мало сведений о жизни этого святого, но по преданию он подвязался на своем столбе, на своей башне почти три десятка лет. Без малого три десятка лет, и сейчас нам сложно в это поверить и даже представить себе подобного рода жизнь. Но действительно, такие люди редки, и случаи столбничества единичны. Но такие люди были. И такие люди тоже угождали Богу и давали пример ревностного и храброго, стойкого и мужественного служения Богу. Преодоление трудностей, которые человек сам себе поставил на своем жизненном пути, сам воздвиг для себя, для того, чтобы, преодолевая их, чему-то научиться, от чего-то избавиться и что-то в себе преодолеть. 29 декабря – день памяти святого пророка Аггея, одного из 12 малых ветхозаветных пророков. Имя этого святого, к сожалению, мало известно христианам, и память этого пророка, боюсь, немногим из нас что-либо говорит, хотя в книге этого священного автора мы можем найти для себя немало интересного и поучительного. Одна из тем, которую поднимает и затрагивает святой пророк Аггей, живший почти за 500 лет до Рождества Христова, это тема «Радение о себе самом или же о Божьей правде». Святой пророк Аггей жил в ту пору, когда некогда завоеванные древними вавилонянами иудеи получили, наконец, свободу и возможность вернуться из плена на свою историческую родину, и люди обрадованные, окрыленные, счастливые возвращаются в дорогую и милую их сердцу страну и начинают заново отстраивать жилища и обустраивать быт. И вот, наконец, когда проходят годы и, может быть, даже десятилетия, жилища отстроены и быт мало-мальски налажен, оказывается, что главная святыня иудейского народа, храм Господень, храм в Иерусалиме, единственный храм в ту эпоху, как лежал, так и до сих пор лежит в развалинах. И тогда пророк Аггей вместе с пророком Захарией, его современником, выступают с обличением и вразумлением своих соотечественников. «Как же так? Вы радеете о своих жилищах более, чем о Доме Божьем?» Этот вопрос, этот клич и этот зов являются одним из лейтмотивов книги пророка Аггея. И действительно, его пламенные проповеди и обличения подвигли царя и народ к скорейшему восстановлению иудейского храма. Говоря о Доме Божьем, храме в Иерусалиме, который надлежит отстроить из руин, пророк Аггей научает нас второй не менее важной мысли. Содержание важнее формы. Храм Соломонов, первый храм, разрушенный при взятии Иерусалима, был просторнее, величественнее и драгоценнее отделан. Он был в целом краше, нежели тот храм, который удалось отстроить впоследствии. Но о нем, о втором храме, пророк Аггей говорил, что слава его, слава этого нового здания будет больше, нежели прежнего. Почему же? Казалось бы, внешне он не так красив, не так величествен, не так громаден. Но значение его для избранного народа и для всего мира несравненно важнее, потому что именно в этот храм ступит нога Мессии, долгожданного спасителя мира, Христа Господа. И еще ценный урок находим мы для себя на страницах книги пророка Аггея. Он обличал строителей храма в том, что они, делая дело Божие, дело действительно ценное, важное и праведное, а некоторые из них мнили себя святыми. Без преувеличения святыми, поскольку им казалось, что строительство, восстановление храма Божия освящает руки строителей. И к таким людям со строгим обличением обращался пророк Аггей, говоря, что «А рано вы причисляете себя к лику святых». Или, как бы мы сейчас сказали в наше время, «Не место красит человека, а человек — место». Когда спрашивают про то, что можно ли заходить в храм в той или иной одежде, нужно помнить, что юбка и брюки, естественно, были на протяжении многих веков сугубо или мужской, или сугубо женской одеждой. И, естественно, женщина ходила в юбке в храм, потому что еще апостол Павел сказал, что непозволительно мужчинам одевать женскую одежду, а женщинам — мужскую. Но сейчас в наше время, время такого смешения, эклектики, и брюки стали тоже женской одеждой. Мы прекрасно понимаем и знаем, когда видим, что это те же самые женские джинсы или те же самые мужские джинсы. И получается, что вот в этот момент уже женщины не нарушают этого повеления апостола. То есть она все-таки идет в женской одежде. Видно, что это женские джинсы. Конечно, по традиции, и во многих храмах эта традиция соблюдается, все-таки женщина приходит, особенно на службу, в юбке. Это нормально, это хорошо, потому что все-таки женщина как-то выделяет себя сугубо женской одеждой. Но если женщина идет мимо храма, и вот у нее настоятельная нужда зайти помолиться, поставить свечку, конечно, ей никто не воспретит. И если в каких-то монастырях или в каких-то храмах более, скажем так, строгий уклад и устав, ей всегда предложат какую-то платочек, какую-то юбочку, чтобы она могла себя покрыть и зайти помолиться. То есть ничего страшного в том, что женщина придет в джинсы в храм, естественно, нет. Также и с покрыванием головы. Это апостол Павел говорил, что женщина должна во время молитвы покрывать свою голову, а мужчина, наоборот, снимать шапку. Мы знаем, что в древние времена шапка это была знак власти, поэтому перед Господом во время молитвы мужчина эту шапку в знак смирения снимал. А женщина покрывала свои волосы, потому что в древности считалось, что красота женщины в ее волосах. И вот опять же, как раз в знак смирения женщина покрывала эти волосы во время молитвы. Но, естественно, уже без разницы, чем покрывает женщина свои волосы в знак смирения перед Господом. будь то платок, будь то шапочка, или капюшон, или берет. Но это просто такой ритуальный знак смирения. Более того, естественно, никто не запрещает женщине помолиться без этого. Господь слушает эту молитву. Но, конечно, в храме, опять же, следуя традиции, все-таки женщина покрывает эти волосы, и уже без разницы, чем она это делает, каким головой. Если ты по какой-то причине нарушил пост, то, конечно же, не надо прекращать его. А продолжать. Если мы будем поступать по той накатанной, как вы спрашиваете, надо ли дальше продолжать пост, то получается так, что, если взять, например, спортсмен бежит, лыжник, наступил на лыжу, упал. Дальше что он? Должен сойти с трассы. Порой бывает так, что включается у человека второе дыхание, и он приходит первым. Так и здесь ты оступился. А тем более, когда мы вступаем пост, мы говорим о том, что мы вступаем на поприще поста, то есть в путь идем. А когда человек идет в пути, он может устать, присесть, может споткнуться. Для этого, когда идет огромное количество людей, либо его поддержат, либо на носилки посадят, либо на подводе подвезут, тем самым занимается церковь. Вдруг ты споткнулся, то она тебя поддержит, в таинстве покаяния, примет твое согрешение, и дальше, пожалуйста, может продолжаться посетиться. И вообще сам по себе смысл поста, как мы говорим, вот если вдруг по какой-то причине мы, к сожалению, пост принимаем только как гастрономия, гастроном номер один. Что можно, что нельзя, я съел, я нарушил, то-то, то-то. Вообще весь смысл посадов заключается в том, чтобы человек стал ближе к Богу, чтобы человек стяжал себе Духа Святаго. Как прише преподобный Серафим Саровский, цель жизни христианина – это стяжание Духа Святаго, то есть быть с Богом. А какие инструменты для того, чтобы стяжать Духа Святаго, он и указывает. Это пост, молитва и добрые дела. То есть это все-навсего инструменты, помогающие нам стяжание Духа Святаго. Он говорит, молитва более всего притягивает Духа Святаго. Где-то, если ты не можешь поститься, как положено по уставу, ты можешь это восполнять и добрыми делами, можешь восполнять и молитвой. Поэтому, если мы ставим целью, как встретить, говорим, рождественский пост, то как его надо встретить? Опять то же самое. Если ты по какой-то причине не постился весь пост, то для этого надо всего-навсего прийти в храм, покаяться. Потому что все, что не начинается у нас в храме, все начинается через покаяние. Не приходим мы ли мы к угодникам Божьим попросить что-то? Приходим ли мы к Богу помолиться и к Пресвятой Деве? Все начинается с того, как еще в Ветхом Завете у пророка Исаия написано, где Господь говорит, что вы приходите ко мне и топчете мои дворы. Не надо мне ваших всесожжений и ваших приношений, ваших жертв, потому что руки ваши в крови. Омытись, очиститесь, перестаньте делать злые дела и начинайте делать добрые дела. После этого приходите. Если грехи ваши были как кровь багряная, как снег уберем. То есть даже в Ветхом Завете было такое понятие, что прежде чем обратиться к Богу, а иначе Бог говорит, вы воздеваете свои руки, а я закрываю глаза свои. Вы возносите свои молитвы, а я не слышу их. По причине грехов. И для того, чтобы Бог услышал, и Бог, чтобы был рядом, для этого в первую очередь требуется от человека очищение. А каким образом вы будете добиваться очищения своей души, то способов мы знаем прекрасно много. За каждым грехом, естественно, стоит демон какой-то, без блуда, пьянства, чревогодия или чего-то. И когда человек подвержен какому-то греху, то значит он бывает одержим нечистой силой. Отсюда и получается, что сам Христос говорит, когда апостолы не смогли выгнать беса из юноши, то он сказал, что сей род ничем не может изойти, только мы постом и молитвой. То есть показывает нам средства для того, чтобы изнать нечистого духа, чтобы избавиться от всяких каких-то грехов своих. Поэтому мы всегда и говорим, споткнулся, пожалуйста, приходите на исповедь и продолжайте свой пост дальше с надеждой на то, что Господь помилует. Простит ли Бог, не простит? Не знаю, есть такая как бы притча. И даже, может быть, не притча, а рассказ о том, как некий старец видел видение, когда юноша часто согрешал, впадал в блуд, прибегал и калился, впадал в блуд и каялся. И уже в такой степени сам себя уже загнал, что говорит, Господь, если еще раз согрешу, то тогда пусть я помру, и душу мою бесы заберут. Пошел, и опять впал в грех. Что делает он? Обратно прибегает в храм, распростался перед крестом и проливает слезы, Господи, прости. И в этот момент помирает. И видит старец, что дьяволы взяли душу его и влекут к себе. Но явились ангелы, забирают, вот это наша душа, а не как так? Вы сами знаете о том, что он сказал, что если он еще согрешит, то душу дьяволу, она наша. Говорят ангелы. А где он помер? Он помер в покаянии и слезах перед крестом Господним. Поэтому Бог прощает его, он милостив. Бесы уходят и ворчат, и говорят, кто же тогда будет наш, когда если он всех прощает? То есть простить ли Бог не простит? Надо помнить. И потом мы говорим, если ты весь пост не постился, то как встретить пост? Помним также из Евангелия о том, что Господь в последнем часе принял раскаяние разбойника, которому сказал, который жизнь прожил все нечестиво, но висе на кресте он слышал слова от Христа. Отныне будешь и со мной в рай. То есть в последний момент он принимает. А в послании о гласительном слове Иоанна Златоустава на Пасху там читаются такие прекрасные слова, что если ты пришел в первый час, в третий час, и в девятый, и в одиннадцатый, и все, кто в последний момент пришел, приходите и насладитесь пераагнца. То есть всех принимает Господь, если бы ты только пришел с чистым сердцем к нему. Что такое Красный угол? Красный угол – это наиболее подходящее место в доме любого православного христианина, где располагаются иконы. Спрашивают, как и где правильно расположить эти иконы, где найти место этому Красному углу. Наиболее удобное место будет самым простым и тривиальным ответом. Это наиболее удобное и подходящее место. Конечно, это не какой-то темный угол, но обязательно это место, которое видно, на которое ставят то, что сердцу дорого. Как оборудовать иконостас? Оборудовать его обязательно иконами. Спрашивают, какими иконами оборудовать? В обязательном порядке каждый православный христианин в своем иконостасе имеет образ Христа Спасителя. Обычно это образ Вседержителя, поясное изображение. И в обязательном порядке икону Божией Матери. Далее уже исходится, человек исходит из своих вкусов и возможностей. Обычно ставят икону своего святого, именем которого он крещен, наиболее близких ему святых, наиболее близких и почитаемых образов икон Божией Матери. О расположении икон, например, в сервантах или книжных полках. Конечно же, это допустимо, исходя из условий реалии нашей жизни, потому что не все мы обладаем большими и великими квартирами, масштабными. Но тем не менее, мы располагаем иконы так, чтобы это было достойно. Если есть такая возможность, конечно же, рекомендуется сделать, купить отдельный уголок и оборудовать его где-то в отдельном месте. Но если условия таковы, что иного места нет, то это место приводится в порядок, убираются лишние книги, которые своим духом не соответствуют православию, и располагаются те нужные иконы, которые необходимы для молитвы и духовной жизни всякого православного христианина. Многие христиане, а также те, кто находятся вне церкви, часто задаются вопросом, как можно крестить младенцев, если они еще не могут сами за себя сделать выбор. И действительно, мы, читая Священописание, например, слова апостола Павла, который говорит, вера от слышания, слышание же от Слова Божия. То есть, вера полноценная, христианская вера, она не может быть без развитого ума, который воспринимает Слово Божие. И действительно, как же тогда можно крестить младенцев? Также в связи с этим вопросом можно задать и другие вопросы исторического плана, например. Какова была практика крещения младенцев, вообще крещения людей в Древней Церкви? А также вопрос нравственный, а как сочетается данная практика с принципом христианской свободы? Мне кажется, что на этот вопрос следует отвечать с позиции личной веры, с вопроса о личной вере. А во что мы верим? И верим ли мы на самом деле? И каковы должны быть дела нашей веры? Мы, христиане, верим в то, что Бог ради нашего спасения воплотился, стал истинным человеком, ради нас претерпел страдания на кресте, воскрес, тем самым победил смерть, вознесся на небеса, тем самым осветил человеческую природу и возвел ее в достоинство выше всякого творения. А также, в том числе, мы верим в том, что Бог и до ныне живет среди нас в своей Церкви, в таинствах, которые преподает Он нам. И вот эта вера христианская, эта надежда, чаяния христиан является самым дорогим для нас, верующих людей. И естественным плодом этой веры должно быть желание поделиться этой радостью, этим восхищением Богом с другими людьми. И в первую очередь, это, конечно, относится к родителям, те, кого Бог благословил детьми, и естественное желание христиан родителей поделиться этой верой со своими детьми. Вот таким образом, крещение младенцев, их восприятие в Церковь является естественным плодом любви и веры родителей христиан. И, наконец, о свободе, нужно сказать. Не противоречит ли такая практика крещения, такая любовь о свободе этого младенца, этого человека? Действительно, бывают случаи, когда человек, младенец вырастает, становится юношей, взрослым, анализирует образцы культурные и духовные, которые ему встречаются на жизненном пути, и можно задаться вопросом упреком в сторону родителей. А зачем вы меня крестили? Ведь я сейчас не хочу быть православным, а я крещен. И сама постановка этого вопроса, она как раз и свидетельствует о том, что человек, будучи крещен, он не лишается свободы. Бог ему дал эту свободу. Хочешь быть христианином, будь им, не хочешь быть христианином, ты свободен и на этом пути. История рождественского поста восходит к первым векам христианства. Первое упоминание о рождественском посте мы находим в летописях IV века. И первоначально рождественский пост длился неделю, семь дней. Но на Константинопольском соборе в 1166 году при патриархе Луке Хрисоверге и императоре Мануиле был установлен пост рождественский продлевать до 40 дней. И поэтому еще в древние времена его также называли как Великий пост Святой Четверхдесятницы. Для того, чтобы каждый христианин мог достойно приготовить себя к одному из самых главных праздников в Церкви Христово и Рождеству. Самые главные праздники вот у нас есть и Пасха Христова и Рождество Христово. И вот для того, чтобы подготовить человека к достойному принятию этого праздника, Церковь установила с XII века поститься 40 дней. Но пост рождественский не такой строгий, как Великий, разрешает справлять в отдельные дни рыбу, вареную пищу с растительным маслом. Но самое главное, конечно, каждый христианин во время поста должен подумать о своей жизни, о совершенных ошибках, о грехах и постараться их исправить за это спасительное время поста. Пост — это время ошибок, время работы над ошибками в своей жизни. Вспомним школьные годы. Когда мы писали контрольные работы, то после того, как преподаватель нам объявлял оценки, мы, сидя в классе, писали работу над ошибками. После диктанта, после сочинения, вот так же и здесь. Время поста — это время исправления ошибок в своей жизни, исправления своих грехов. Поэтому самое главное человеку в это время спасительное осознать свои грехи и постараться хоть немножко, но и справиться в них. Вот в этом смысл, духовный смысл содержание любого поста, как бы он ни назывался, в избавлении от греховных страстей и привычек, в исправлении своего внутреннего человека и приближения к Богу. Иногда спрашивают, на каких службах во время рождественского поста обязательно нужно быть христианину. Ну, скажу так, церковный устав предписывает каждому христианину по возможности быть на богослужении каждое воскресенье, потому что каждое воскресенье — это маленькая Пасха. Не случайно тот день, когда Христос воскрес, после субботы мы называем воскресеньем, в честь воскресения Христова. И поэтому каждый христианин, если позволяет ему здоровье и работа, возможность, все-таки должен быть на воскресном богослужении. Ну, это во-первых. Ну, а во-вторых, во время рождественского поста есть великие праздники, как видение во храм Христовой Богородицы. Сочельник крещенский желательно тоже побывать на богослужении. Ну, конечно, праздник Светлого Рождества Христова встретить в храме Божьем, причастившись, поисповедавшись, то есть соединившись со Христом. Самое главное богослужение в Церкви Христовой — это литургия, потому что там совершается божественная евхаристия, когда по милости Божией и по молитвам священников к хлебу и вину прилагаются божественные свойства тела и крови Иисуса Христа. Поэтому, когда мы с вами причащаемся, то мы причащаемся истинным телом, истинной кровью нашего Спасителя. То есть сам Христос входит в нашу душу, в наше тело, освящая нас изнутри. Это самая большая благодать, которую каждый человек верующий может получить на этой земле в таинстве причащения, в таинстве Евхаристии. Поэтому, чем чаще мы будем причащаться, особенно во время поста, тем лучше будет для дела спасения нашей с вами человеческой души. Вот я и желаю всем каждое воскресенье посещать Храм Божий, побывать в нашем храме в Сочельник Крещенский, ну и, конечно же, вместе с нами встретить достойно праздник Светлого Рождества Христова, причастившись к святых Христовых тайн. Редактор субтитров М.Лосева